Вчера вы ходили к нашей сестре Серафиме Габриловне. По порядку. Начните с того, как вы о ней узнали, когда у вас появилось желание это, и как оно исполнилось. И ничего не упустите из разговора. Что вас больше всего в ней привлекло, и не разочаровались ли вы? Давайте. О Серафиме Габриловне я узнала из ваших роликов. То, что с 90-го года ей, мне больше привлекло то, что она ведет себя скромно, молитвенится, на службе всегда стоит, как вы рассказывали, никогда не садится. Везет себя тихо, скромно. Ну, наверное, вот это вот. И то, что удивительно, потому что наши бабушки, если в храмах мы приходим обычно и сами, бывает, чуть и садимся, устают люди. Даже, может, они устают, но кто болящий, кто и не болящий. А может быть, и уже... Возраст, возраст. Возраст. Ну, моложе ее намного. Я многим бабулькам говорю, есть там 8-7 с чем-то. Но все равно, даже если молодые. Уже, мне кажется, это привычка. А то ей ростом 2 года. А ей-то, да, ей 90. Я про своих рассказываю, которые наши. Мы немножко, наверное, уже избавлены этим. Расславочки стоят, можно присесть. Я просто вспоминая ее и приводила даже пример своим бабулькам, которых я знаю, что вот есть такая бабушка, которая вообще не садится. Всю службу стоит. Нет, но все равно у нас нет. У них и навыки вот они стараются сесть. Поэтому мне хотелось посетить ее. Ну, и подарить свои стихи. Мы зашли, скучали в окно, сказали, мир дома, но она вышла. Ну, книгу она не взяла, потому что она говорит, я читать некогда, у нее правила большое. И читает, а у меня мелкий шрифт. Она читает крупные. Ну, я думаю, почитать слухи, раз она сама у меня нет возможности. У меня такая появилась идея, но уже позже. Короче, она стрессалась, поблагодарила. Ставала, чтобы мы, ну, с миром. Это вы были вчера у нее? Да, вчера у нее. Сколько вы там время пробыли? Ну, недолго. Какие-то вопросы были, или как она привела? Минуты три. Но она нас же не знает, откуда и кто мы. То есть мы вообще ничего не сказали. Если сказать, что мы приехали сюда. А что там... То есть она привела вас хорошо. Как с твоим? Я не знаю, как сказать. Поняла она не, что он его разгостил. Наверное, поняла, что мы не чужие из чужой деревни. Не проходящие. Наверное, и плохой не догадался. Я так думаю. Из чего вы начали разговоры, о чем? Ну, Игнатий, очень долго разговаривали. Я просто, поскольку узнала, я когда узнаю, если человек мне, ну, как-то на душу ложится, я начинаю вспоминать своих молитв этого человека. Я, наверное, больше ее знаю, чем она меня. Она меня вообще же не знает. Если она интернет не видит, ролики не видит, она меня вообще не знает. Поэтому я ее приняла как свое, а она меня вообще не знает. Первый раз увидела в жизни и не слышала, и не знает. Поэтому ей было сложно. Просто единственное, я сказала, что мы приехали к вам. Вот сюда. Мы приехали сюда, я вас говорила. Все, что я сказала. Хотела подарить книгу. Но она говорит, что я читать-то не имею. Такой мелкий шрифт. Правило у нее большое. Она говорит, что я не буду читать мелкий. Не буду что? Не буду читать мелкий шрифт. Неудобно у нее. У нее и псалтери, и правило большое. Она посмотрела. Шрифт мелкий. Поэтому я говорю, ну, ладно тогда. Спасибо, Христос. О себе я ничего не стала рассказывать. Ну, если человек не знает, то я знаю. Главное, что я ее знаю. Я ее упоминаю в своих молитвах. А там... Ну, вот сегодня она, говорят, Виктория прислала очень много вкусных. А мы как раз трудились на огороде и захотели ягоды. А кто ягоды рвал? Ну, ягоды девочки рвали, не мы. Я просто хочу сказать, Господь исполняет желание. Мы трудились на огороде, а именно она прислала ягоды. То есть мы сегодня покушали ягоды от нее. Понятно. Так, смотрю, что поскорее. Лучше ждать долго не буду. Я так думаю, что это Господь все так устраивает делает. Понятно. Так. Она вам никакие сны не рассказывала? Нет, нет. Мы же недолго. Мы на крылечке немножко постояли. Ну, вот это еще такая встреча. Если бы больше мы были вместе, она бы больше заинтересовалась, стала с чем-то делиться. Можно было пообщаться, но я думаю, первый раз, поскольку я человек, она меня вообще не знает. И как бы... Поэтому она и так получилась. То есть мы с вами пошли, или уже с кем-то, кого она знает. А так мы пришли трое, и она первый раз всех видит, трое. Вообще никого не знает. Ну, да. Поэтому так получилось. Если придут совсем незнакомые, поэтому она поступила правильно. Если бы она немножко нас знала и слышала обо мне, может быть, разговор был другой. Я хотел бы задать вопрос такой. Вы когда приедете сейчас? Так, это... Ягода дала? Ягоды нет. Это, Илюша, и ягоды поешь. И халобы. Уже поел, да? Три поклона, и выходите, идите с мальчиками. Ну, вот сюда, помолись. Все, благодарю, тетя Марина. Она готовила. Спасибо, Христос, Слава. Все, снимай с тебя это. Вот там, повешай. Отдай его. И скажи, что слушался дяде Володе. Купаться просится. Вы приедете сейчас домой. Буду спрашивать, где вы были. Тут скрывать-то, как будто и нечего. И буду знать. Ну, ваши друзья, я думаю, будут вопросы задавать. С чем, как и что. Подтвердилось ли то, что вы видели там. Ну, если вы много смотрели наших роликов, вы увидите эту обстановку и все такое. Но дойдет это из-за священника. Если он расположенный, вот только благознавение ему, славословие будет говорить. А если не расположенный, он будет выжимать остатки из того, что не наше даже. Сведения где-то слыхал, кто-то что-то сказал, кто-то во сне видел. То есть вот это будет. Это я уже знаю. Но он не может от этого успокоиться. А в ответ этому, если бы я это слышал, он бы ему ответить на вопрос, а он этим не нуждается. Он живет в этом не по творчеству. Он придумал что-то, будет говорить, и не дай бог ему этим заниматься, что пользы в этом никакой нету. Мне-то все равно, я никак от него независимый. А вот у нас это Рахиль-то за Гедулина уехала с Казахстаном. И батюшке дала книгу к Истинам православия. Проходит день-два месяца, но не дает. Но тогда пришла батюшка, а она говорит, да ты себе еще достанешь, утишешь. Матушка что-то такое сказала, то есть он и читает. Если они по-настоящему верующие, они для себя найдут там кладезь мудрости. Мудрости не моей. Мудрости всех святых отцов, о которых только слышали, но ничего не считали. Любая тема, она вычислищена от начала до конца, от возникновения до апогея славы своей, до заката. Так вот. Ну а что говорите, как вы это увидите? Завтра у нас суббота. Я хотела сказать, одному батюшке я подарила вашу книгу к Истинам православия, но пока еще не видела, потому что это нужно ехать к нему, результат пока неизвестен. Я просто ему именно еще добавила, что он почитал, но все-таки ему тоже, по-моему, 84 года, он еще священником, еще служит. Я говорю, прочитайте о крещении и о православии. То есть выделила эти два момента. Потому что и возраст у него такой, я считаю, самое основное. Остальные они это все знают почти уже. Народу к нему ездит очень много, со всей страны. И у них сейчас монастырь. То есть от него очень многое зависит, и он очень многое может сделать, прочитав эту книгу вашу, я думаю. Вот они, когда священники начинают нападать, реально, правильно, нигде, ни один. Вот отец Ахим, когда стушил, то до этого у них был власть. И они любили его, и хотели, и сейчас там прозорный, где много про него слышно. А он был предатцем Ахиму. А им теперь надо его убрать. Власти, чтобы вернули назад, они привыкли. Ну, на архиере уже приняло решение, патриархию утверлило. Вот там еще и нету. Никто никого не возвратить. Они тогда начали клепать, то есть лгать. Приехали к архиере и говорят, они много вина, берут на причастие, пьют его там и. Ну и так вот. И дров много жгут. Архиерей спрашивает, ну сколько они жгут-то? Ну столько метров, это жарко будет. Ну да, жарко. Так они, говорят, крысы с ним, он говорит, и ходят по двору. Зимой. Ну еще посмеялся архиерей. Абад-тес Ахим узнал, встретил их и говорит, вы неправильно сделали, сестры. Вам нужны мои недостатки. А вы их не знаете. Так вы ко мне пришли бы, я бы рассказал им. И тогда было бы по делу. Там я там или обжора, или ворую, или пью. А я не пью ничего. Мы стали говорить, а веры никакой там нет. Ну и так на этом все заглохло. А надо убрать, если кого-то где-то, то надо в конце добавлять, а надо ли. На его место пришлют еще хуже. И ты это будешь переносить. Ты не знаешь. Вот представь нас, два года назад сейчас, 17 июля будет. 18. Последний раз, когда ночью наши бежали из лагеря. 18 июля сейчас будет два года. Ну и, конечно, у нас первые дни было так вот смущено. Ребятишек я не отдал. Они бежали. А потом их разобрали по деревне. А они там этого-то не знают. И они там дежурят круглосуточно, бахтовым методом полиции. А теперь мы видим, как хорошо, что нас турнули там оттуда. Еще сравнивают. Это в шалаше. Где-то там мы были. Там не повернуться. Только спать можно было. А тут мы сидим, беседуем, записываем. Занятия идут. У нас этого не было. Я сказал, выход только один. Срочно. Пустующие дома закупаем, которых нет. И начинаем работать. Точно так же и детей принимать. То же самое будет у нас устав. Но это будут гости с родителями. Вот она приехала с сыном. Никакая санэпидемстанция не двинется на нас. Ну, пока так. Пока. И практически два года уже. Второй год мы ждем опять гостей. Так будет. Одна кушка вот-вот упадет. На половину свежая нас. Посмотри. Так вот. У тебя что-то есть такое рассказать, чтобы мы пользу извлекли? Видение какое? Я думаю, вот когда слушаю ваши ролики, часто вам задают как бы вопрос. Есть ли благодать православия? Православная церковь? Да. Вы всегда отвечаете, что есть. А мне так всегда хочется добавить, но вот сейчас добавлю, и пока есть такая возможность. У меня есть знакомая сестра, которую я хорошо знаю, но не буду упоминать ими. Наверное, в 2014 году как раз тот вопрос с ННН что-то был, вот это я помню. И она говорит, я очень переживала. И в какой-то момент тоже она думала, задавалась этим вопросом. А можно ли ходить в храм? Есть ли там благодать? Ну вот она говорит, однажды говорит, обычный день, ничего такого не было, она не просила, ничего не делала, жила обычной жизнью. Но я так думаю, Господь это сделал, показал. Она говорит, в армию литургии, в обычном храме, у нас в Гульянске было, я храм называть не буду, чтобы никаких искушений никому не было, или там, чтобы кто-то что-то не сказал, что это храм особенный. Все храмы одинаковые, люди как бы все одинаковые везде. Но вот была она в одном храме на службе утром, и была литургия. Она говорит, обычно в армию службе читая Иисусову молитву. Но старая служба, служба, молитва, но и все-таки Иисусова. И говорит, интересно, когда священник выходил из чаши, вот первый раз, когда из чаши выходил, не святая, еще дарами. Она говорит, я стояла напротив этой чаши, и вот когда я читала молитву Господь, Иисусе Христе, Сыне Божие, и на слове Сыне Божие, она говорит, я вдруг испытала трепет. Но это такое, говорит, не передай чувство, это вот трепетала вся душа. Это было чувство, что стоит Господь. Вот именно здесь, я почувствовала всей душой. И говорит, телом я вообще не могла швельнуться. Там люди, как обычно наши, ходят, разговаривают, всякое бывает. Что-то спрашивают, тут и лавка рядом, скажем. Ну, все как одинаково. Я, говорит, ничего этого не видела, не слышала. Но этот непередаваемый вот этот трепет, говорит, я ощутила и присутствие Божие, хотя это было несколько мгновений, и меня, говорит, поразило именно на Сыне Божии. Именно на этих словах. Но, говорит, такое оно сильно было. И я, говорит, поняла, что это не тело, чувство, а именно душа. И душа не где-то там в руке, в ноге, в голове, а она вот во всем теле. Душа во всем теле. То есть вся душа. Я не знаю, говорит, как это объяснить, но это чувствовала только душа, вся душа. А телом ты просто стоишь в долговере. И вот это прошло, говорит, и с тех пор, я, говорит, только осталась память. Память настолько яркая, что все пройдет, все забывается. А вот это чувство и благодарность Бога, что как бы Господь и сказал, и, говорит, как будто все мысли сразу ушли. Я, говорит, не стала задаваться вопросом, есть благодать, нет. То есть уже понятно, что она есть, что можно ходить в храм, а то, говорит, мне было соблазн, вот уже казалось бы, можно и не ходить. Потому что много всяких, последние времена с этими, но она, говорит, что интересно, у нее было еще такое случение ранее, еще однажды, но степень вот этого благоговения страха, она уровень степени разный был. Здесь, говорит, очень сильный, потому что Иисусова была. А там, говорит, немножко слабее было выражено этот трепет. Но там тоже было во время литургии. Она, говорит, приехали на службу, там мужской монастырь был, в какой-то деревне там, еще батюшка там был, один из его феофанов, он и непокойный, как я увлечила в свое время. Там, говорит, во время службы несколько мирян, народу было очень мало, и, говорит, мы почему стояли все в конце, он, храм был по образу креста, то есть длинный такой, и вот в конце, все вперед как-то стеснялись проходить, и она, говорит, мы были с мамой, и, говорит, что интересно, из приходящих приехали еще, видать, весеноватая она была, она, говорит, там больно рычала, вот это, особенно, и он, говорит, в какой-то момент я захотела по центру, вот подсвечник, который стоит за налоем, мне, говорит, захотелось подойти послужить, свечи поправить, потому что там не было никого, никто не помогал. Я, когда подходила по свечнику, свечи поправляла, и в этот момент тоже свеченник вот это вышел с дарами, но тоже, что интересно, не с причастием, еще самим, а вот когда первый раз просто с чаши выносят, она, говорит, я тоже ощущала вот этот трепет, благовение, говорит, так душа трепетала, но в то время она, говорит, я еще ничего не поняла, она просто это чувствовала душой. И потом уже она готова к причастию, к исповеди, она говорит, я когда пошла к причастию, говорит, я настолько вот вот это покаяние, вот это вот Господь дал какое-то вот это благовение, и она, говорит, я сама даже не понимаю, как это произошло, причастился, встал на колени, причастилась, и она, говорит, спервы в жизни, и, говорит, я, конечно, потом всегда вспоминаю это благодарное священнику людям, что никто не остановил, никто не стал там вставать, как у нас обычно делают, могут, Могут человека что-то делаешь, что-то упрекнуть или сказать нет. И даже священник причастил его, когда он на колени стоял. Вот это страх, трепет бывает. Я думаю, это благодать Господь дает. Когда даже чашу выносят, когда еще не было просуществления даров. Видите, она ощущала, и на этом все. Дальше доказательств никакие. Но это уже никому ничего не скажешь. А я не ощущал. Я ощущал, а другой не ощущал. А Господь не сказал, что будешь ощущать. Но будешь веровать. Но смысл в чем? Она для себя понимает это чувство благодарности Богу. Она понимает, что все равно это от Бога. Но она понимает. Тишина, покой в этот момент. Человек идет к покаянию. И даже слово покаяние, оно не умещает. Вот у нас есть Михайловский. Посмотри, покаяние. Слове книжечка. Он даривается умной. Такое покаяние. В слове ответ истины. Если они говорят как слово Мое, то нет них истины. 8-20 сайт. И выхода никакого нет. Мои чувства это не главное. А может быть даже никакое. У нас вот так вот, Игнатий Тихонович, принято. Мы в православии такие воспитаны. У нас все чудеса, исцеление, покаяние, иконы, рощи. Ну как бы мы привыкли. У нас Евангелие-то не на первом месте. Должно быть. Учишь, вот разговариваешь с людьми. Многие держат дома, знают, есть. Но читать не читают, не все не знают, не все. Доказательства, которые дает человек, она вызывает только подозрения. Когда просто так, посторонний, ничего нет, ну прослушал и пошел. А когда на этом основы и утверждают, или сновидение было, или где я часто читал правила. Для этого, может быть, меня бы тронул, но трогать как, когда я не верю. Меня это не касается совсем. Она испытала влаговение. Они испытали, ученики потеряли дар речи, не знали, что говорят. Когда преображение каждый год подтверждается вдруг на ясном небе тучка, она направляется сюда в водоправление. Громы и молнии вдруг появляется чашей, которая проходит перед всеми. Считает от Божьей Матери. Не знаю. Не знаю. Когда человек рассказывает другому, другого это не приводит к вере. Вы это хотите сказать? Да, это понятно. Это только для этого человека лично. Никому это ничего не дает. Вот такие моменты. Выступает отец Владимир Головин и говорит, что дает свяща. Во всех позициях ничего не дает, кроме попыти. Людям заработок теперь оттирать надо, а то и все. Они не нужны. Не потому что они не нужны. Нет. Но у них ни слова нету. Библия раз. А во-вторых, это все тормозит. Другое дело, там какое-то предприятие, я сразу трогнулся, место видно, я до этого дошел. А здесь ничего нельзя узнать. Это, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воззовешь ко мне, я услышал тебя. А тут обязательно раз в сорок, да еще раз в сорок. И человек думает, а где же Господь? Это полное неверие. Для веры кто будет веровать и крестить. Все веры, никаких подвигов еще нет. Ну, о снах, если вернуться. Например, у меня в начале моего, как говорится, духовного пути, скажем так, был один сон. Но я считаю, что, как читал много жития святых, пояснения, да. Когда бывает сон от Бога, от человека и от страны, понятное дело. Но я считаю, что все-таки сон был от Бога. Потому что в начале я еще многого не знала. И тогда я думаю, как в Евангелии сказал, Господь сам будет научать. Знаете, как интересно было? Я вам помню, даже сейчас, поскольку мое детство проходило больше еще и в чужом доме, у тетки, у родственников. Там мы с сестрой дружили, общались. И вот в этом доме мне снится. Как стою... Ну, у них столько, поскольку был я за столом. Сбоку стояла женщина. Я так понимаю, что это женщина. Но это я потом поняла, уяснила для себя, что это как бы ангел-хранитель был. Окна и двери. Вдруг входит мужчина. Здесь в окно власть и в дверь. И настолько страшные глаза, настолько... То есть я поняла, это бесы в образе мужчины. Наглые, страшные такие. И в этот момент мне охватывает такой страх, что я не знаю, что делать. И вдруг эта женщина тихо, спокойно говорит мне. Делай вот так. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И кланяюсь. То есть накладывает правильный крест. И причем говорит во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я повторяю, делаю. И они уходят, исчезают. И у меня страха нет в этот момент. Потом, только я сделала крестное знамение, они еще... Потом они опять начинают лезть. Я опять делаю крестное знамение и с этим просыпаюсь. Для себя я потом выяснила уже, когда читала «Шестья святых», я уже поняла, что окна и двери это как наше чувство. Что Сына к нам ходит через окна и двери, через наши чувства, через зрение, слух. А отгоняется это крестным знамением. На дорогах много автоаварий. Я всегда думал, когда буду ехать и стущиться, чтобы молитву прочитать хотя бы. Но стущилась так. Дорога скользкая. Застыла. И тут сразу тепло. И вот даже воробей у меня перед окном видно. Летит и сел. А сцепительный щипок катился на хвост оперся и катится и катится. И вот мы ехали дорогой. На этой дороге и шины там у нее вот такие это. И вдруг машину закачало и повернуло и потянуло. И вот мы уже падаем в глубокий рог там это. И я из себя прямо дернулся. Молитва никакая не была просчитана. Даже Господи по-милому не сказал. Только мысль белькнула. Так нельзя делать. А уже, конечно, ногами затрещало, прокинуло уже все. Поэтому надо заранее все это готовить. А я в последний момент. Когда человеку говоришь. Ну придет антихрист, будет там печати ставить. Или печати на чертане. Ну тогда вроде мы его врежем. А когда ты сегодня везде все отступал. Это не важно. Это не важно. То там уже и резать нечего. Уже лук подставляй только. Ну ладно. Я вас оставляю. Три часа. В четыре вы будете готовы. Без двадцати выйдете. Без двадцати четыре нас уже? Да. А сут вас в пяти. До четырех вы отдыхаете. А без двадцати пять выйдете из дома. Четыре или пять? Пять. Пять. Я говорю отдыхать до четырех. Все у нас. Спасибо Христосу. Слава Иисусу. Пять. Пять.